Игорь Павлович Левитан Он вышел? Здесь, да? Игорь Павлович Левитан Выставка с докладом, о котором он уже говорил Преамбулит Раскрытий Это важная миссия любительственной астрономии Прошу Уважаемые коллеги Давайте разберитесь, кто остается в доклад Кто уйдет Потом будет готов Так, вот туда вот Вот кофе Куренькая Можете Повесть там Сейчас по вашему Президент Порядка Вот только что мы прослушали Великолепный доклад Анатолия Михайловича Который перенес нас далеко от земных вопросов Буквально-таки в глубины Вселенной И на самой передней крае страны Вот не знаю, какое у вас сложилось впечатление Прослушавшиеся А я, хотя не знаком со многими из-за других вопросов Но всегда остаюсь под впечатлением Удручающего состояния Которое связано с тем Что мне безумно жаль Что вот такие Великие и интересные вещи О которых здесь шла речь Знают единицы людей И совершенно не представляют о ней Миллиарды Наших современников Недавно Буквально пару лет тому назад Одна из мощных социологических организаций Провела опрос Среди различных групп населения Вопросы задавались в том числе и в астрономии Хотели определить уровень Астрономической грамотности А как выяснилось Астрономической безграмотности населения Оказалось Что примерно одна треть Прожитых В общем-то На вопрос Что вокруг чего движется Земля вокруг Солнца Или Солнце вокруг Земли Ответила Что Земля Цель мира Солнце вокруг нее движется И в этом Людей совершенно не сомневаются Этот результат Обсуждался недавно На конференции От космонавтики и общества Которая По астрономии и общества Которая была в МГУ Очень много удивил Очень многих удивил Меня не удивил Потому Что Я в свою бытность Долгие годы Работал Во всесоюзном Астрономическом обществе Наверное Среди вас есть люди Которые знают О том Что такое Такой это была организация И вот Мы такие опросы Часто проводили И тоже Обнаруживали Без конца Примеры Астрономической Безграмотности Населения В разных масштабах В сути дела Спрашивали разные вещи Но ответы были ужасные И вот Возникала тогда проблема Чем Можно помочь Обществу Чтобы ликвидировать Астрономическую Безграмотность Или может быть Не помогать Вообще Вот вы знаете Пока был У нас здесь Обеденный Перерывы В свободное время Ко мне Очень многие люди Подходили Именно с подобными вопросами Даже Телевизионные работники Которые брали У меня Которые спрашивают А может Вы зря Хлопочете За свою астрономию Ведь 90 с лишним Процентом Людей Вообще Не знают Этого существования И вот Сегодня По вступительном слове В первой части Нашего открытия Анатолий Михайлович Сказал Что даже люди Уже студенты ДУ Никакой разницы Между астрономией И астрологией Не видят Не знают Не знать Не хотят Меня Это беспокоит Вопрос Очень и очень Давно Я прошел В астрономии Как и многие Любители астрономии С детства И Это детство Совпало С первыми Послевоенными годами Когда Ничего подобного Сегодняшнему Астрофестивалю Быть в принципе Не могло Когда я Немножко подрос И учился Где-то уже В восьмом Классе И когда я Принес Своей учительнице Физики Тетрадку На которой Было написано История Изобретения И усовершенствования Телескопа Где как раз Все дело Начиналось Галилея О которой Немало Говорили Учительница Посмотрела На меня С недоумением И сказала Что откуда Ты это знаешь Ведь мы еще Физику Касающейся Оптики Даже Не начинали изучать Я ей сказал Что существуют Книги Она была Так удивлена Как будто бы Только от меня Узнала О том Что такой факт Имеет Но дело в том Что в те времена Книги по астрономии Были величайшей Редкостью Я приходил В маленький Магазинчик Это все было В Подмосковье В нынешнем Городе В Астрономии В Астрономии Казалось В 1949 В 1949 Году Ровно 60 лет Тому назад Кружок был Организован Этот кружок Этот кружок Их В Астрономии В Астрономии А что для этого надо, спросили меня. Я говорю, мне нужны ребята, только и все. Но кто будет в 40 градусов жары слушать твои бредни про небо, спросили меня. Я говорю, это уже мое дело. Главное найти людей. Людей найти невозможно, сказали они. Но тут я им указал на тот факт, который они, видимо, без меня не знали, что существует городское радио, и можно сделать объявление. Они сделали объявление. Вечером появилось 15 таких же, как я, молодцов. Я с ними начал заниматься и за месяц провел, за месяц, за 30 дней провел 28 занятий кружка. Нужно было уезжать, а ребята хотят продолжать занятия. Я нашел профессора астрономии местного педагогического университета, когда института, уговорил его, и он стал руководить этим кружком на протяжении следующих пяти или шести лет. Для чего это я рассказывал? Зачем мне это все нужно было? Ведь я же мог заниматься астрономией так же, как многие из вас индивидуально. Я не мог в то время построить такой замечательный телескоп, как, скажем, в 54-м году, кажется, построил собственными руками Анатолия Михайловича и пощупки. У меня не было никакой возможности для этого. Я мог построить только телескоп из защитковых стекла. Но я старался изо всех сил. Сначала это был действительно телескоп с картонной трубочкой на каких-то там бельяных таких подпорочках. А потом, упорывшись на авиационной свалке, я нашел там замечательные дюралименевые трубки, из которых я сделал и основную трубу телескопа, и окулярную часть телескопа, и паралактическую установку собрал. И этот телескоп потом демонстрировался на одной из очень важных выставок на протяжении этого времени. И вот тогда этот телескоп у меня оказался, у меня вместе с этим телескопом появилась необходимость, я бы даже сказал, душевный зуд передать радость познания людям. Я чувствовал себя Галилеем, который хотел, чтобы другие люди тоже увидели то, что он видит в свой телескоп. Вы знаете, что это были за другие люди? Те самые, которые, во-первых, просто отказывались смотреть телескоп, а во-вторых, хотели, взглянув в телескоп, сказать, что ничего подобного там нет, и Галилею все это только кажется. У меня такой ситуации не было. Я делал простую вещь. Я выходил из своего дома в яркий солнечный день, выносил свой телескоп к подъезду, если можно назвать подъездом, к рельсу барака, в котором мы тогда жили, и около этого барака в четырех метрах от главной улицы проезжей, в городе Жуковском в то время, устанавливал свой телескоп, наводил его на Солнце и проектировал Солнце прямо на лист ватмана, лежащий на земле. Люди подходили и видели солнечные пятны. Вы знаете, меня это так удивляло, что они радуются этому, что они, что я думал, что действительно так же удивлялись люди во времена Галилеи, когда он им сообщал о том, что на Солнце есть пятна. Ну а дальше, дальше вот это странный весь кружок. Ведь надо было не только его создать, оно уже было придумать, как с ним работать. Кружков в то время было очень мало. Моими современниками были Василий Васильевич Маркиненко. Легендарная личность, человек, который был создателем и многолетним руководителем юношеской астрономической обсерватории в городе Симферополь. Оттуда выросла целая школа наблюдателей метеоров. Они стали просто профессионалами. И уж когда я потом возглавил журнал «Земь и Вселенная», стал искать материалы для любительской астрономии этого журнала, конечно, моими авторами прежде всего были ребята, бывшие ребята и тогдашние ребята из Симферополя. Была еще одна современница, ну, два слова о судьбе Маркиненко. Маркиненко был очень скромным человеком. Меня удивляло, что он, имея достаточно большой политик публикации, не хочет защищаться, не хочет становиться хотя бы как в этом науке. Я его все время упрекал в этом, хотя для меня самого кандидатская эксцентрация была где-то за облачной мечтой. Он отказывался, он говорил, что дело не в этом. Он не ушел из жизни, не стал ни кандидатом, ни доктором, о чем я потом все время сожалел. Второй моей современницей, уже современницей, была Людмила Попкова. Эта девочка, подобно мне, создала школьный астрономический кружок в Павлово-Пасаде. Я ничего не знал о ее работе. Случайно мы пересекли с ней в московской планетарии, а потом, через многие годы, она уже стала работать в планетарии. Но, к сожалению, свою астрономическую карьеру она довольно быстро закончила. И закончила так, как многие, к сожалению, заканчивают. Она перешла совершенно в другой тип мировоззрения, став религиозным деятелем. Значит, вот я вспомнил своих современников. Ну, а чем я занимался? Я решил создать методику руководства школьным астрономическим кружком. Мальчишка решил разработать программу четырехлетнего форса кружка. Я эту программу потом, уже став студентом, показывал профессору московского университета, знаменитому нашему астроному, члену, корреспонденту Академии наук, Павлу Петровичу Парина, и до сих пор храню его отзывы. Он написал, что программа замечательная, что по ней можно обучать было бы даже студентов, а не только школьников. Да где взять таких руководителей? Это мне дало возможность утверждать, что я делаю полезное дело. А кружок мой шел по ступеням. Старшая маленькая группа, все возрастало, возрастало по мере накопления знаний, и они же, эти ребята, руководили уже малышовыми группами, которыми одна за другой подходила. Школа номер один города Жуковска стала центром астрономических знаний, благодаря тому, что какой-то один школьник когда-то решил стать руководителем кружка. Я имел возможность, заканчивая физико-математический факультет педагогического института и учащаясь на кафедре профессора Воронцова-Велимина, я имел возможность заняться каким-либо разделом астрономии, как наукой. Тем более, что меня издавна интересовало солнце. Я в качестве реферата написал книжку. Называлась она книжка «Природа солнечных пятен». была опубликована в издательстве «Академия наук» в 1964 году. Но я не пошел в специальности астрономия. По той простой причине, которая сейчас многим кажется, мне казалось, что у нас немало есть астрономов, замечательных специалистов, но у нас очень мало астрономов, которые посвятили себя педагогическому направлению развития астрономии. Я решил себя этому посвятить. И вот после работы в качестве студента и учитель, или одновременно этим занимался, я, где бы ни находился, выполнял одну и ту же функцию, которую я сейчас могу сказать. Я был, я старался просветительскую функцию считать важнейшей в своей жизни. А она состояла из двух основных направлений. Астрономическое образование школьников, студентов и популяризация астрономии среди населения, начиная с детей и людьми взрослого возраста. Ну, попав на пост ученого-секретаря союза астрономогензийского общества, я понял, что люди очень правильно оценивают ситуацию. У нас в стране нет ни одного научно-популярного журнала по стране. Страна была очень большой, наш Советский Союз. Мы очень резко сократились в размерах и в количестве людей, когда Союз развалился. Тогда она была очень большой и, я бы сказал, достаточно сильной и развитой страной. Но журнала не было. До войны, может быть, только единицы здесь сидящих знают, что до войны был журнал «Мировидение». Но его с натяжкой можно было считать научно-популярным. И журнал подкратил свое существование тоже до войны. После военной времени еще не было. И вот началась борьба за создание журнала. Странное дело бороться за то, что появился научно-популярный журнал по странам. Люди, от которых это зависело, говорили четко и ясно. Он никому не нужен. Так же, как никому не нужна ваша астрономия. Так же, как когда-то мне в педагогической академии, когда я уже пришел туда предоставлять свою докторскую диссертацию, вице-президент академии, дама солидная, посмотрела мои книжки, статьи, наглядные пособия преподавания астрономии, которые я сделал. Все это было разложено на ее колоссальном столе. Отсюда, наверное, нужно было бы 4 метра пройти туда, чтобы дойти до края стола. Она очень внимательно выслушала мое сообщение личное, я адресовала. Потом встала, протянула вот так вот руку в пространство, не мне отнюдь, и сказала, все очень хорошо, но мне ваша вселенная не нужна. Я ей сказал, вы извините, вы вице-президент академии педагогических наук. А вселенная, между прочим, не моя, она и ваша, и всей вашей академии, и вообще всех людей, живущих на Земле. Это, говорит, все равно, забирайте свои, значит, труды, и идите куда хотите. Значит, на всех уровнях, начиная от директивных, как тогда называли партийных уровней, и вот таких вот образованных, как руководство педагогической академии, астрономию не ставили ни во что. И вот мы бегали в количестве трех человек. Дмитрий Яковлевич Мартынов, кстати говоря, учитель Анатолия Михайловича Пущука, Виталий Александрович Бронштен, которого вы, если не знали лично, то наверняка знали по многочисленным, замечательным книгам. И вот я. Мы приходили в разные организации и доказывали, что без журнала жить нельзя, потому что иначе наше население будет вырастать серыми, темными, отсталыми людьми, что, конечно, никому, в том числе, и руководству страны, не нужно. И знаете, бывает чудо. Утром летом 1964 года, когда я находился в Подмосковье в очередном отпуске, ко мне приезжает посланница Дмитрия Яковлевича Мартынова, а он был у нас президентом вагона, кроме того, что он был директором ГАИШ, конечно, и срочно вызывает меня бросить всякий отпуск. Есть важное дело. Важное дело заключалось в том, что, наконец, важные люди разрешили создать журнал. И Дмитрий Яковлевич сказал, все дела бросайте, и на месяц я вас освобождаю от обязанностей ученого с пунктами вагона, для того, чтобы вы, значит, сделали все, что нужно было начать выпускать этот журнал. Вы знаете, я пришел это делать просто так, временно, вот на этот самый месяц, но задержался на этой работе на 45 лет. Так получилось. Журнал стал моим детищем, и сейчас мне просто жалко видеть, как этот журнал пытается задушить экономически, потому что он стал очень дорогим, его не могут купить ни студенты, ни пенсионеры, ни люди небольшого достатка, а те, которые вот сделали, чтобы он такой дорогой, на мои претензии и возмущения отвечают просто. Сейчас журналы должны выпускаться не для физических лиц, то есть не для вас, не для живых людей, сидящих в зале, а для библиотек. Вот в библиотеке пусть, значит, будет журнал, допустим, в ГАИШе есть журнал, вот пусть есть ГАИШ и считает один или иной журнал, а подписываться на него не нужно. Вот до таких времен мы с вами дошли. Но имейте в виду, что хотя со времени начало моей вот этой вот популяризаторской деятельности прошло много десятилетий, я обо всем этом вспоминаю не только сегодня. Я об этом вспоминал несколько дней назад, когда участвовал в годичном собрании Российской Академии Космонавтики к созданию и тоже имею в отношение. Она была создана в 91-м году. Так вот, там выступали очень крупные деятели современного нашего дела космического и Вопль был один. Нет молодежи, которая бы продолжила дело отцов и дедов. Речь идет не только там о космонавтах, речь идет не о них, речь идет о тех десятках и сотнях тысяч людей, которые должны работать в ракетно-космической отрасли, создавать ракеты-носители, создавать вот эти вот станции, которые будут орбитальными, обитаемыми, создавать космические обсерватории и так далее. Некому это делать. Я после всего этого вышел и сказал с трибуны, а вы знаете, в чем причина? Причина заключается в том, что в школе астрономии нет. и вот эти ученые буржи, там сидели и ученые, академики, и сидели генеральные конструкторы, они были очень удивлены, как в нашей стране, которая запустила первый искусственный спутник Земли, в которой, собственно, родился и жил Циолковский, в которой жил и сделал свой подвиг, совершил свой подвиг Гагарин, вдруг нет астрономии. И мне пришлось этим великим людям объяснять великую трагедию нашей Евгии. Значит, начиная с петровских времен, начиная со времени этого императора Петра Великого, к астрономии было хорошее отношение. Сам Петр I, в отличие от других правителей, и, может быть, тех, которые правят нами сегодня, очень интересовался астрономией с малолетства. А далее, когда он вырос, он содействовал созданию учебных заведений и переводу различных астрономических книг, созданию карт и атласов астрономических, Звездного неба, в том числе и так далее. И вот с этого времени астрономия в том или ином виде была в учебном плане и школ некоторых, и гимназий многих. И так это тянулось до революции. После революции заварушка была приличной. Астрономия переживала нелегкие времена, но когда дело немножко пришло в норму, в школах установился определенный порядок. В выпускном классе школы преподавали астрономию в виде одночасового курса. Были созданы учебники, но многие из вас знают учебник Вороцова и Ленина Борисановича. До него был учебник Михаила Евгеньевича Набокова, того самого профессора Набокова, который провел жизнь свою в квартирке во дворе Краснопресненской обсерватории, где Гаиш старый находился. Я там в этой квартире много был по той простой причине, что моя учительница физики всегда приводила меня на лекции Набокова, которые он читал на Маховой улице в МГУ для учителей астрономии. А я был учеником, и он заметил меня, как знаете, Державин заметил, подзывает он мне, говорит, ты, наверное, мальчик, сын такой-нибудь учительница. Я говорю, нет, я никакой не сын, я просто, значит, ученик. Тогда будем дружить, сказал мне Михаил Евгеньевич. И действительно, то последние дни жизни своей он интересовался моим судьбой, моим крошком и часто принимал у себя в гостях. Он был первым методистом, ученым-методистом в нашей стране и автором первого такого главного учебника, хотя в древниционной России, должен вам сказать, были десятки учебников по астрономии, в отличие от того, что у нас для школы сначала был только один учебник, а в последнее время их стало три или четыре. Но так или иначе астрономия существовала. Мы боролись за ее существование. В 60-м году провели реформу астрономического образования. И это была сутью моей кандидатской церкви, где мы вместе с Францовом Велимину и Соломон Борисовичем Пикелером добивались того, чтобы астрономия в школе не имела вид математической географии, чтобы не сферика была главной, а чтобы была астрофизика и космология. Это было очень трудно добиться, но мы это сделали. И вот на протяжении стольких лет начиная с 60-х годов астрономия в таком примерно виде преподавалась. И тут тебе, пожалуйста, она исчезает. У меня часто спрашивают, это что, вы, родители взяли, решили, что не нужно астрономию преподавать? Нет, сказал я. Плохо сейчас с преподаванием физики, плохо с преподаванием математики. Плачут литераторы, плачут историки, никто не смеется, все плачут. Оказывается, школа попала в такое положение, где ни для какого предмета нет нормального времени преподавать. Вот я вспоминаю свои школьные годы, когда у нас математику преподавал человек уже моего возраста нынешнего, когда я бы уже не решился быть просто школьным учителем, хотя, между прочим, лишь три года тому назад я еще преподавал в одной из вне государственных школ астрономии, но сейчас сказал бы, хватит достаточно. А этот наш учитель, Николай Павлович Свернов, выходил к доске, брал мел и диктовал нам все обоснование решения задач о геометрии и стереометрии в том виде, в каком мы должны эти решения представить на экзаменах на тестах зрелости. У него был каллиграфический почерк, он исписывал одну доску за другой, стирал все это и дальше писал, у нас отваливались руки, мы не могли писать, и тогда он говорил, ну что, ребята, положите, пожалуйста, ваши ручки и послушайте, я вам почитаю Вергилия в Кодриннике или Шекспира в Кодриннике, ему было 76 лет, понимаете, и когда у него спрашивали, Николай Павлович, откуда вы это знаете? Вы же математик. Он говорит, ну я же учился в гимназии. Ну Николай Павлович, ну вы же учились-то 60 с лишним лет тому назад, вспомните сейчас своих детей, они не помнят, что им на предыдущем уроке говорили, да? Он говорит, так я же учился, значит, каким-то образом в традиционной школе, где он учился, мой незаперный учитель математики, находили время и для Вергилия, и для Шекспира, и для математики, и для физики, и для, между прочим, закона Божьего, и для астрономии. А у нас ни для чего нет. В чем здесь дело? Ведь это же просто катастрофа, связанная с тем, что не только астрономическое образование, но всякое другое пропадает. И вот, когда проходила сейчас конференция астрономии и общества МГУ, вы знаете, я почувствовал свет в конце туннеля. Я пришел домой и так и написал маленькую, вот такую буквально заметку, которую втистал в готовящийся к печати номер земли и вселенной. Я ее назвал свет в конце туннеля. Мне почему-то показалось, что замечательная резолюция, которая была примена на этой конференции, и которая должна быть передана первым лицам государства, возымеет действие. И мы добьемся, что страна будет восстановлена, хотя бы в том объеме, в котором она была, а может быть даже в большем объеме для школ с физиком и математическим профилем. Но вместе с тем я многие годы посвятил разработке концепции постепенного формирования астрономических образований. Я выделил четыре ступени в этом процессе. И эти четыре ступени называются так. Вселенная дошкольника, обратите внимание, Вселенная старшего школьника, младшего школьника, Вселенная тинейджера и Вселенная старшеклассника. Когда я сказал слово Вселенная дошкольника, люди содрогнулись. Они считали, что это перегиб. Зачем детям забывать голову? Я привел один пример. Вот я упомянул, что я всего лишь несколько лет тому назад прекратил преподавание в одной частной школе. Так вот, слушая сегодня доклад Анатолия Михайловича, я вспомнил об одном уроке в первом классе. Мне дали карл план, что мне разрешили преподавать астрономию с первого по одиннадцатого. Я вел урок в первом классе, а через десятиминутную перемену в одиннадцатом классе. Здесь такие вот ученики, там вот такие ученики, да? Прихожу первоклассникам на первый урок, провожу урок только по своим книгам. Я всегда преподавал по своим книгам. Даже когда в 1954 году впервые стал учителем школы номер 125 в городе Москвы, я уже преподавал книги астрономию по своей тетрадке, где было все разработано и дидактические задания, и задачи, и упражнения, и контроль, и все. Я пришел в школу в 1954 году, когда от десятых класса был еще женской школой, в той школе, куда я попал. И вот, представьте себе, двадцатилетний астроном, в кавычках, учитель, приходит к ученицам восемнадцатилетия. Да еще астрономию преподавать. Но сначала это был просто взрыв недоверия и смеха. Думали, что это ничего не получится. Но когда меня, директор школы, пригласил к себе на конфиденциальную беседу и заявил, что родители девочек на меня жалуются, я сказал, что я ни в чем не виноват. А он говорит, виноват. Они кроме астрономии ничего вообще не учат. А учил я их астрономии еще той, которая была до реформы, о которой я упомянул. То есть там было очень много напихано этой сферической астрономии, задач, всяких и все. Им важно было все это выучить так и понять так и ответить так и решить задач так, чтобы не получить отметку ниже четвертой. Что и было на самом деле. Это было в 54 году, 55 лет назад. Но вот возвращаясь к тому первому классу, который я сейчас помню, я прихожу на урок, скипая своих книг, я написал серию книг для детей, объясняю детям, что это за книги, как мы будем с ними эти книги изучать. Всем очень понравилось, дети от радости хлопают даже в ладошки, один только ученик, скрестив руки на груди, подобно Наполеону, сидит с непроницаемой физиономией, даже отвернулся от меня. Я подхожу, спрашиваю, в чем дело, почему Антоша тебе не понравился мой урок? Да, сказал он честно, не понравился. Почему? Потому что вы ничего не рассказали о черных дырах. Антошке было шесть с половиной лет. После этого я решил написать книжечку небольшую, называется «Черные дыры космические ужастики», которая до сих пор еще пока не опубликована. Значит, младший класс сегодня под разными воздействиями и в том числе внешними воздействиями, которые все-таки влияют на детей, у них появляется интерес любым вопросам астрономии, включая те, которым был посвящен доклад о черных дырах. Значит, нужно разумно, дозированно все это дело излагать и поэтапно поднимать ребенка от уровня умненького дошкольника до уровня образованного выпускника школы. спрашивается такое в этом деле участие может принять любой любитель астрономии. Я не зря рассказал, так сказать, о линии своей жизни. Я рассказал о ней для того, чтобы вы поняли, что ответ на мой вопрос такой. Любой человек любитель астрономии может быть любой, может быть любым просветителем и должен быть таковым. Просветительская деятельность любителя астрономии это, я бы даже сказал, очень высокопарно выражается. В данной ситуации, когда кругом эти астрологи, колдуны, маги, чертки кто другой, в данной нашей ситуации, в этой ситуации сгущающегося мракобесия, это просветительская деятельность будет настолько важна, что люди, которым вы немножко приоткроете завесу тайны устройства Вселенной, немножко им расскажете из того, что знаете сами, покажете что-нибудь в свой собственный телескоп, это будет материал, который люди запомнят на всю жизнь. Я помню одного пропагандиста астрономии Михеева из города Ростова, он построил довольно большой телескоп, он установил его на какой-то тележке, эту тележку он привязывал то ли к своей маленькой машине, типа Запорожца, то ли еще как-то передвигался, но он разъезжал по всей округе, и довольно далеко от города, в котором жил, и всюду показывал свой телескоп звездное небо, и он стал любимцем народа. Я желаю, чтобы таковыми стали и вы все. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Вопросы есть? Нет. Скорее, да. Огромное спасибо Игорь Михайлович. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ